Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класса автора Мерзляк-Полонский и Кер по номерам 486. Нас просят разложить на множители выражение. n натуральное число. Итак, под номером 1. a в степени n плюс 1 плюс a в степени n плюс a плюс 1. Сгруппируем первое со вторым. Первое однощинное со вторым. А третий, четвертый. Поскольку мы с вами изучаем тему разложения на множители многочленов, метод группировки, то им мы и воспользуемся. Итак, для степеней с одинаковым основанием мы выносим степень с меньшим показателем. Так как n натуральное число, то для показателей n плюс 1 и n меньше будет n. Поэтому мы выносим в первой группе а в степени n. Тогда а в степени n плюс 1 делим на а в степени n. Основание переписываем. Показатели вычитаем. n плюс 1 минус n. Это будет 1. Показатели 1 не пишем. А в степени n делим на а в степени n. Мы делим само на себя, поэтому результат будет 1. У второй группы нам нечего вынести, поэтому мы можем вынести только множитель 1. Потому что если 1 из множителей 1, то произведение равно второму множителю. И теперь мы представили многочлен в виде суммы произведений. И видим, что у нас есть общий множитель. Это выражение в скобках а плюс 1. Выносим его за скобки. В скобках остается а в степени n плюс 1. Запишем, как мы получили в первых скобках а в первой степени. Мы n плюс 1 вычли n. n минус n взаимно уничтожилось и осталась первая степень. Итак, под номером 2 сгруппируем с вами первый одночлен с четвертым. А второй с третьим. Итак, для двух степеней с основанием b мы выносим за скобки степень с меньшим показателем. У нас показатели n плюс 2 и n плюс 1. n натуральное число, поэтому меньше показатель будет n плюс 1. Тогда в скобках мы должны b в степени n плюс 2 разделить на b в степени n плюс 1. Основание переписываем, показатели вычитаем. Я запишу это отдельно. Мы от n плюс 2 должны вычесть показатель n плюс 1. Раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. n плюс 2 переписываем. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Будет минус n минус 1. n и минус n взаимно уничтожаются. От 2 вычитаем 1. Это будет 1. Итак, мы получаем b в первой степени. Показатели 1 мы не пишем. Плюс. b в степени n плюс 1 делим на b в степени n плюс 1. Это единица. У второй группы минус b минус 1 вынесем за скобки минус 1 множитель. В скобках остаются минус 1b делим на минус 1. Это плюс b. Минус 1 делим на минус 1 плюс 1. Итак, мы представили наш многощин в виде разности произведений и видим общий множитель b плюс 1. Выносим его за скобки. В скобках остается b в степени n плюс 1 минус 1. Все мы разложили на множители. Под номером 3. Под номером 3 можно или сгруппировать первый со вторым, а третий с четвертым, потому что есть что вынести за скобки. Или первый с четвертым, а второй с третьим. Давай так и сделаем. Первый сгруппируем с четвертым, второй с третьим. Итак, 3y в степени n плюс 3 плюс 5y в степени n плюс 1. Для коэффициентов нету наибольшего общего делителя, кроме единицы. Это взаимно простые числа. А вот для степеней мы выносим степень с меньшим показателем, потому что основания у степеней одинаковые у. Так как n натуральное число, то меньший показатель будет n плюс 1. 3y в степени n плюс 3 делим на y в степени n плюс 1. 3 множитель переписываем. Основание переписываем. Показатели вычитаем. От n плюс 3 вычитаем n плюс 1. n плюс 3 вычитаем n плюс 1. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках меняем на противоположные. n минус n взаимно уничтожаются. От 3 вычитаем 1, это будет 2. Итак, y в квадрате. 5y в степени n плюс 1 делим на y в степени n плюс 1. y в степени n плюс 1 поделить на y в степени n плюс 1, это единица. И умножить на 5, это будет 5. Плюс 5. Во второй группе вынесем за скобки минус 1. Чтобы знаки в скобках поменялись на противоположные. минус 3y в квадрат делим на минус 1, будет 3y в квадрат. Минус 5 делим на минус 1, будет плюс 5. Итак, мы представили многочин в виде разности произведений и видим общий множитель выражения в скобках 3y в квадрат плюс 5. В скобках остается y в степени n плюс 1 минус 1. Все, мы справились с вами с заданием и разложили на множители данные выражения. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.